Принцип 21. Плечо успеха. В этой главе мы поговорим о такой важной и интересной теме, как рычаг как путь к успеху. Рычаг или иногда еще его называют плечо, это та вещь, которая позволяет вам, затрачивая те же самые усилия, получить эффект в десятки раз больший. Можно вспомнить Архимеда, который говорил, дайте мне хороший рычаг и я переверну землю. Да и ранее, когда люди жили в пещерах, они всегда искали средства, чтобы сделать как можно больше, прилагая к этому как можно меньше усилий. Самыми ранними такими средствами были огонь, копье, которые придавали людям больше силы для выживания в суровой реальности. Затем копья уменьшились в размерах, превратились в стрелы, которые еще лучше позволяли добиться результата, прилагая еще меньше затрат. Шло время, и люди продолжали изобретать все новые и новые средства, расширяющие их возможности. Так была приручена лошадь, изобретены колесо, порох и так далее. То есть всю жизнь люди стремились к тому, чтобы использовать те ресурсы, которые у них есть сейчас, чтобы получить результат в несколько раз больший за счет эффекта рычага. В сегодняшней жизни, если хотим достичь большого успеха, то у нас вряд ли получится это сделать, просто используя только собственные ресурсы. Путь к финансовому успеху лежит через использование тех или иных рычагов. Какие это могут быть рычаги? Деньги других людей. Первый рычаг – деньги других людей или организаций, например, банка. Собственных средств на начальном этапе, по крайней мере, не очень много. И превратить 10 тысяч рублей в 1 миллион обычным путем будет достаточно сложно. Поэтому первый рычаг, который можно задействовать – это деньги других людей. Что это может быть? Например, недвижимость, когда, имея всего 10% стоимости объекта и используя заемные ипотечные средства, запускаем в работу актив на все 100%. То есть, имея, например, 1 миллион рублей, можно приобрести квартиру за 5-10 миллионов рублей. Соответственно, мы получаем рычаг 1 к 5, а то и 1 к 10. Фактически, мы получаем в 5-10 раз больше активов, чем у нас реально есть на руках денег. Другой вариант – это, конечно же, инвестиции, когда начинают работать наши деньги, которые сами начинают приносить доход, независимо от того, где, как и чем мы занимаемся. То есть, здесь мы экономим наши силы, деньги, энергию. Опыт других людей. Мир сегодня так ускорился, что общее количество информации, собранной человечеством, примерно раз в 1-2 года удваивается. То есть, если взять всю сумму знаний нашего мира, накопленную за все время, и представить их в виде горы, то через год-полтора рядом с ней возникнет еще одна такая же гора. Почему это происходит? Потому что ранее созданные знания начинают рекомбинировать с новыми знаниями, появляются какие-то новые отрасли, направления, технологии. Знания, которые у нас есть, устаревают очень быстро, а на старом багаже далеко не уехать. Есть старая поговорка, что богатые становятся все богаче, а бедные все беднее. На самом деле, сегодня это уже не соревнования между теми, кто имеет больше или имеет меньше, а прежде всего соревнования между теми, кто знает и умеет больше, и знает и умеет меньше. То есть информация, навыки и опыт играют очень важную роль в нашей жизни. Но понятно, что ни у кого нет времени, чтобы осваивать весь опыт человечества с самого начала. Это занятие слишком долгое, потому гораздо лучше и эффективнее позаимствовать этот опыт у других людей. Самый простой и эффективный способ разбогатеть – это стать учеником уже богатого финансово успешного человека. Либо, если мы говорим о других сферах жизни, стать учеником у того, кто достиг успеха в области, в которой вы хотите преуспеть. Поэтому найдите такого человека, изучите все, что он знает, познакомьтесь с теми, с кем он общается, делайте то, что он делает, может быть, даже лучше, чем он это делает. На самом деле, таких людей всегда можно найти. Но если пока для вас это недоступно, то, конечно же, используйте упакованный опыт, доступный дистанционно. Смотрите ролики, читайте книги, слушайте аудиокниги, выступления. Побывайте на проводимых успешными людьми семинарах, конференциях. Эффект рычага – это на самом деле возможность получить максимум результата за минимальное время. Самый дешевый и быстрый способ позаимствовать опыт других людей – видео, книги, семинары, конференции. Идеи других людей. Многие говорят, что им не хватает идей для того, чтобы начать свой бизнес. А если бы идеи были, то тогда бы они стали успешными. Но сейчас, так как идей нет, все стоит на месте. На всякий случай ничего не делаем, чтобы не ошибиться. Так происходит месяц за месяцем, год за годом. Никакого движения и развития. На самом деле, идей вокруг полно. И если вам действительно не хватает идей, то это опять же вопрос того, чтобы общаться с теми людьми, у кого идей много. Читать книги, посещать семинары, конференции, мастер-классы, на которых рождается масса идей. Поэтому идеи других людей надо искать, изучая опыт тех, кто достиг успеха в вашей области, в которой вы хотите достичь серьезных результатов. И фактически необходимо копировать их успешные шаги. Время других людей. Четвертый рычаг – время других людей. Да, конечно, иногда будут находиться люди, которые могут и захотят бесплатно вам помочь. Но не стоит делать на это ставку. В большинстве случаев время, таланты, связи и ресурсы других людей и знания можно купить, наняв этих людей. Собственных ресурсов у нас немного, всего 8, 10 или 12 рабочих часов в день, вряд ли больше. Поэтому необходимо обращаться к профессионалам с уникальными способностями, умеющим их превосходно реализовывать. То есть к тем, кто делает что-то лучше нас и использовать время таких людей. Работа других людей. К сожалению, а для кого-то может быть и к счастью, но большинство людей на самом деле не хочет иметь огромных возможностей и больших денег, хотя порой боятся себе в этом признаться. В первую очередь они хотят иметь надежное, стабильное, рабочее место с постоянной твердой зарплатой. Таких людей надо нанимать и поручать им вопросы, которые вы не хотите решать сами или не умеете это делать так же хорошо, как это делают они. И эти люди фактически послужат для вас рычагом для роста, потому что если вы делаете что-то в одиночку, у вас всего 8-10 рабочих часов, а если нанимаете команду в 10 человек, то это уже около 100 рабочих часов в день. И естественно возможности гораздо больше. Максимальный эффект. Естественно максимального эффекта вы достигнете в тот момент, когда будете использовать в своей жизни сразу множество различных рычагов. При этом есть небольшой секрет. Если вы развиваетесь сразу в нескольких направлениях, например, начинаете осваивать различные рычаги инвестирования, бизнес, наставничество и так далее, то необходимо помнить об одном очень важном правиле. В законе Паретта 20% того, что вы делаете, принесет 80% результата. Вам не обязательно знать о деньгах все. В первую очередь важны 20%, которые принесут 80% результатов. То есть концентрация внимания всего на небольшом количестве самых важных вещей в каждом из направлений развития по каждому рычагу обеспечит вам огромный выигрыш, в то время как другие будут погрязать в деталях и страдать от отсутствия желания что-то делать. Выводы. Мы изучили с вами ряд принципов, которые проверены уже многими финансово преуспевающими людьми. Конечно, жизнь непредсказуема. Может произойти масса событий, которые будут препятствовать, а может быть и наоборот способствовать вашему финансовому преуспеванию. Но следование данным принципам очень существенно поднимет вероятность достижения своих финансовых целей. Задание. Не стоит хвататься за все сразу. Выберите хотя бы три принципа, которые вы начнете внедрять в свою жизнь прямо сейчас. Отложите книгу и сделайте первые шаги по реализации данных принципов. Распишите свои доходы и расходы. Переведите часть последнего поступившего дохода на инвестиционный счет. Определите размер необходимой подушки безопасности. Пропишите четко свои финансовые цели или что-то еще. Действуйте. Действие дает силы и энергию на реализацию целей. Под лежачий камень денежный поток не течет.